Шаббат, шалом дорогие друзья! На этой неделе мы читаем недельную главу Торы Бхалутха. Различные выводы мы можем сделать из этой главы. Во-первых, в главе прошлой недели Насо было описано как Несиим, то есть президенты двенадцати колен, торжественно открыли жертвенник Мишкана своими подношениями. Наси, то есть главный, должен был наблюдать за этим. Им был Аарон, председатель племени Леви, который не делал никаких подношений на открытие Мишкана. Племя Леви не было допущено к участию. Аарон считал, что Бог еще не простил ему грех золотого тельца. Но Аарону не разрешили принять участие, потому что Бог придумал для него другой путь чести. Он должен был получить митцву заповедь об изготовлении миноры, светильника и потом ее зажигать. Бог утешил Аарона, не грусти, мой дорогой. У меня есть митцва для вас, более важная, чем любое другое приношение. Ваши правнуки Хашманаим, Маковеи навеки установят праздник Хануки, в то время как открытие храма вождями племен происходило только один раз. Тот факт, что Аарон считал недостатком запрет на участие в митцве, заповеди, в которой разрешалось участвовать другим, сам по себе является выдающимся. Мы не должны ничего упускать из заповедей, с которыми мы сталкиваемся. Во-вторых, хотя иудаизм это чистая религия, и мы верим в Машиеха, нас волнует чувства и дела. Чтобы создать настоящую светлую митцву, нам нужно выйти за рамки наших самых низких чувств. Перед минорой стояла скамеечка с тремя ступенями. Перед тем, как Аарон должен был зажечь минору, он должен был стоять на этой скамейке. Хотя он был достаточно высокий, чтобы обойтись без нее. Есть одна Мишна из поучения наших отцов, в которой говорится, что ревность, страсть и жажда, признание могут изгнать людей из этого мира. Если мы хотим распространять свет Торы, мы должны преодолеть наши эти три порока. Поэтому перед минорой стояла трехступенчатая скамеечка, преодолеть нашу ревность, страсть и тягу признания. Только тогда мы сможем зажечь нашу минору и распространить наш свет, свет Торы. Шаббат шалом, дорогие друзья! Брахава от слаха! Будьте здоровы! Ваш Раввин Каплан.